Добрый день! С вами Ирина Багнюк, канал Усадьба Багир. Сегодня продолжаем работать по формированию вот этой нашей спиральки на штамбе. Кто, если вдруг, забыл? Вы его видели два месяца назад. В последних числах января мы его немножко обрезали. Я его показывала, рассказывала. И сегодня небольшая обрезка будет. Посмотрите, значит, вот, вот, вот. И на своих, смотрите, то же самое. Значит, низ мы не трогаем совсем. Низ у нас растут. Это потом будет убираться совсем. Будет штамп. Поэтому вот эти нижние, то 100% все будут убираться. Так как задумка именно штамп сделать. Сейчас они все начинают расти. Вот малюсенькие точки роста у них пошли. Вот здесь вот есть. Но еще пока не очень, у нас не очень тепло, не очень много солнца. Поэтому он стоит в тепличке и не так быстро растет. Буквально только начал. Поэтому это все мы оставляем, не трогаем, не прищипываем, чтобы они росли, увеличивали свою толщину. И со временем будут увеличивать толщину ствола. Это очень важно. Поэтому это мы не трогаем. Но что у нас происходит сверху? Сверху, посмотрите, уже гораздо серьезнее начали расти. Уже есть новые листики. Вот. Если внизу только маленькие треугольнички, то тут уже полуоткрывшиеся треугольнички. И есть листики свежие. И так везде-везде поверху. И что мы видим? Я вот сейчас поставила вам как раз той стороной. Вот у нас очень толстая ветвь. Вот это. Вот это уберу. Видите, какая она толстая? Вот сюда смотрим на толщину. Давайте поверну. О, она будет лучше видна. Смотрим на толщину этой ветви, на толщину ствола. Они очень-очень близки. Это очень толстая ветвь. Она получает все-все-все. Она, конечно, хорошо и работает, и кормит тем, что она много зелени, имеет много листвы. Но она будет толстая. По сути, она может стать или второй вершиной. Вполне возможно, вот стремится. Или она, в принципе, будет со временем заваливаться у нас очень сильно вниз. Если сейчас он чуть-чуть заваливается, палочка стоит не очень ровно, чуть-чуть сюда, в эту сторону, то со временем вот это нам будет все это ронять. Это, во-первых. То есть плохо, если она станет второй вершиной. По нашей задумке это не нужно. Плохо, если она будет просто одна большая ветвь, будет все на себя забирать, ронять. Это тоже не нужно. И если ее оставить такую сильную, вот это все внизу ничего не получит. И у нас здесь так и останется, соответственно, тонкие сначала ветви и тонкий ствол. То есть мы не получим нормальный качественный штамп, если мы его хотим. Поэтому следим за верхом своих растений. Если вдруг получается, что есть ветви, которые сильно-сильно стали перегонять в росте, остальные, вот ветвь выше нее находится, она по идее должна быть сильнее, логичнее. Но она позже появилась, она еще небольшая, и она совсем значительно прям слабее. Она нормальной толщины, но я имею в виду, что она слабее вот этой. То есть это у нас минус, не очень хорошо. Ветвь над ней вот тут, вот эта тоже. Она вообще такой же толщины, как ствол, потому что тут ствол совсем тоненький. И она тоже. То есть вот с этими двумя ветвями нам надо сильно поработать. Их не просто остановить в росте, а именно замедлить и очень сильные части у них убрать. То есть мы осматриваем. Вы свой спикус тоже осмотрите. Работаете с чем-то большим, таким сильным наверху. Маленькое наверху, слабое. Пока не трогаем. Вот такой вариант не трогаем, пусть себе растет. У нее одна точка роста. И вот здесь вот еще в сторону начинает ветвиться, растет. И немножко потом с самым верхом я покажу, что с ним тоже не так. Итак, идем вот к этой самой-самой сильной. Что мы с ней делаем? Мы, вот так будет ее видно. Вот мы вот так ее идем, идем смотрим. Вот у нее первая ветвь наверх пошла, пока ее не трогаем. И идем дальше. По основной центральной вот так поверну. Вот эта веточка от нее. А вот центральная жилка идет. Веточка вниз и центральная очень-очень сильная. Мы эту центральную сокращаем, убираем ее совсем. Судя по листьям, посмотрите, сколько здесь. Вот это вот новые. Два листа. Вот это новые. Мы срезали три новых листика, три точки роста. Четыре точки роста здесь еще одна. Здесь у нас осталось поменьше. Что мы делаем теперь? Теперь, чтобы эти не пошли так сильно быстро расти, мы их тоже сокращаем. Секунду, все капает. Так, эту сократили. И вот здесь. Если есть возможность выбрать, чтобы у нас новенький побег шел вниз, это хорошо выбираем. Но тут не хорошо, что он сильно вверх, а потом вниз. Вот этот лист, под ним побег. Но пока вариантов других нет. И идем вот к этой ветви, которая у него есть. У нее тоже центральную жилку мы убираем всю. Вот эту маленькую оставим. Секунду. Мне не видно там. Так. Она пока смотрит не очень хорошо, не туда, куда нам надо. Вот она. Но тут ничего сейчас пока не сделать. Все. С этой ветвью все. Мы ее очень сильно остановили в росте. Секунду. Вытру. Она просто капает на меня. И это неудобно. Мы это все остановили очень сильно в росте. Теперь она будет немножко думать. Сможет расти вот эта. Потому что она наверху. И потому что мы ее не тронули. Смогут расти вот эти все точечки роста. Потому что они не тронутые. Что мы еще делаем? Еще мы идем вот к этой ветви. Вот она. Вот она. Примерно то же самое делаем. Очень бы у нее хотелось... Очень бы у нее хотелось не вот это вверх оставить. Хотя, наверное, сейчас секунду гляну на нее. Да, наверное, мы так и сделаем. Вот так аж ее сократим. Вот так. И вот тут убираем точечку роста. Буквально точку роста сильную. Там есть еще малюсенькая, по-моему. Да, маленькая. Маленькую оставим. Эту сильную убираем. Вот. Она совсем нехорошо смотрит вот на эту ветвь. То есть у нас тут ветвь есть. Да? И это смотрит сюда же. Это нехорошо. Нам надо, чтобы она шла сюда куда-то. Но если бы мы сейчас оставили то, что у нее вверх топорщится очень сильно, она бы еще тоже росла. А здесь бы точно ничего не пробуждало в этот момент. А сейчас есть шанс, что она пробудит что-либо в эту сторону. И будет расти. Что нам и нужно. И тогда, когда здесь пробудится что-нибудь туда, на вас, то вот эту часть мы также срежем. И будем, получается, эти ветви разносить так в стороны, чтобы они не соприкасались и не были одна на другом. Потому что вот эта часть у нас пустовата сейчас. Вот тут есть маленькая ветвь, а тут пусто. И нам надо вот эту вывести. Можно с проволокой ее вывести, но хочется показать мне. Не все могут работать с проволокой. Некоторые боятся. А это вариант как бы не бонсай. Поэтому многие смотрят, кто просто хочет обрезкой сформировать красиво. Поэтому я хочу показать, что именно обрезкой этого тоже можно добиться всего. Так, значит, верхние сильные ветви. Одну поработали, сделали. Вторую поработали, сделали. Это верхняя, но слабая. Остает. Теперь идем к верху. Теперь идем к верху. Как бы так, чтобы вам все было видно. Наверное, я встану, потому что мне неудобно смотреть. Мне неудобно смотреть. Вот, все. Надо было, наверное, сразу так сделать. Посмотрите. Значит, наверху у нас есть три веточки. Вот эта маленькая. И на самой вершине, вот, замечательно, три хорошие веточки. Все хорошо, они хорошие. У них не очень большие междоузли. Ну, они такие большие, но более-менее. Но, они три ветви, уже сильные, уже они хорошо растут. И они сейчас пойдут сильно в рост. С одной стороны, они тут растут, да, и утолщают весь наш ствол. Рост этих вершины, а у нас получается аж три на данный момент, увеличивают толщину ствола по всему. Но, тем самым, они тут сейчас все будут забирать. У нас вот этим будет хватать меньше. А эти побольше сейчас все-таки уже веточки. И им бы хорошо дать возможность порасти очень сильно. Тем самым, увеличив тут толщину ствола. То есть, это вот такой баланс, когда мы выбираем, что нам лучше. Если бы растение было еще вот такой высоты, и нам высоту надо побольше, да. А вы планируете вот так. Оно сейчас такое. Планируете вот так. Тогда такой вариант этих ветвей оставляете, пусть растет. А если уже, вот у меня, в принципе, ну вот такой высоты, это максимум. Ну, максимум может быть вот так, но вряд ли. Мне хочется вот его вот плюс-минус вот так, чтобы он был не очень высокий. Поэтому, когда его высота уже приближается к тому, что мы хотим получить, то лучше это сейчас сократить. Мы, да, остановим как бы по всей толщине утолщения, по всей длине вернее. Но мы тем самым дадим возможность этим утолщаться и получим потом конусность хорошую. Поэтому эти все три ветви мы вот так сокращаем. То есть вот осталось один лист и два побега в стороны. Вот здесь то же самое. Тут получился лист в основании вот этот, еще один листик, второй и все. И здесь, а вот здесь у нас, посмотрите, вариант у вас может тоже так быть. Лист в основании ветви, мы его по сути не считаем, это не лист ветви, это в основании. А тут один листик и точка роста. Но надо остановить, потому что она сейчас перегонит всех, она самая сильная. Поэтому мы точку роста просто уберем, а листик оставим. Ну, чтобы хоть что-то было. Потому что если мы срежем ниже, у нас только лист в основании, возможно там ничего не пробудится. А так, это у нас будет веточкой будущей, это будет вершинкой, а вот тут вот я ошиблась. И надо, значит, лист в основании, лист, и вот вижу, точка роста есть, а верх остальной мы срежем тоже. Чтобы это, вот лист на которой ветви, вот этой маленькой, это тоже было веточкой, а вот это еще вершинкой. То есть тут вот, пока что выбираем так. Все, здесь все. Да, еще, вот мне снизу было просто не видно. Вот тут тоже можно вот эту вот верхнюю. А, она уже обрезана, все, я не заметила. И это остается. Проверяем, если я что-то пропустила. Вниз вот так смотрим, смотрим, все проверяем. Вот. Все, все, все. Все. На данный момент все. Больше с ним ничего пока не делаем. Но это очень, очень важно. Вот так остановить в росте. В тот момент, когда они пошли очень сильно расти. У нас сейчас самое-самое начало апреля. И если вот, и сейчас будет уже, ну где-то неделю нам обещают пасмурно. А потом будет потеплее, больше солнца. Он пойдет в рост. И если мы это не сделали вот вовремя, эти обрезки, то у нас тут все пойдет расти. А здесь останется слабым. Потом это будет, как очень часто можно увидеть в интернете, в магазинах, где угодно, что у нас хорошо тут все много листвы. А здесь настолько худой, что он не стоит без палочки, без опоры. То есть тут пока опора именно нужна для того, чтобы зафиксировать ему спираль. Ну и еще пока что она еще тоненький ствол. То есть это временное явление. Со временем, когда это будет уже нормальное, сформированное растение, он будет стоять без опоры. Это обязательно. То есть опора может быть только как временная. Или когда мы только пересадили. Бывает, что высокие растения чуть-чуть заваливаются, чтобы не упали на несколько недель, пока он там укрепится корнями. Или пока мы формируем начальный этап. Все. На данный момент с ним все. Отправляется обратно. И будет расти. Пишите, как дела с вашими. Что с ними происходит. Что получается. Что не получается. Разбираться надо. И тогда будет красивый, хороший фикус. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok